здравствуйте ребятки ребят можно я сегодня немного побомблю а также отвечу на некоторые комментарии которые все чаще я наблюдаю под моими да и не только моими видео такие комменты стали появляться сразу после презентации redmi note 7 и честно говоря уже становится не смешно такое ощущение что некоторые просто в край упоролись на почве выхода семерки ты на что царская морда намекаешь сейчас объясню о чем я пока хочу сказать кто смотрит мой канал на постоянной основе тот прекрасно знает что у меня нет привычки рассказывать о каком-либо смартфоне которого ей в руках еще не держал и в глаза не видел это просто не мой формат но если вы сейчас вобьете в поиски ютуба redmi note 7 всплывут именно такие ролики десятки видео с кликбейтными превьюшками в стиле вот она redmi note 7 уже у меня нажми и посмотри пустые слова на которых держится весь этот пиздец давайте просто улыбнемся что у нас первая распаковочка вот кто-то молодец распаковал смартфон где же он его нашел во всем остальном смартфон очень хорош двухдиапазонный вайфай bluetooth пятой версии и некоторые даже на это ведутся респект за обзор ты первый но человек озвучивающий видео естественно смартфона и в глаза не видела просто стырил зарубежный видос и наложил свой голос и банк сапсарай профит конечно есть просмотры крутятся лайки мутятся дальше специалисты вам расскажут почему не стоит покупать этот смартфон а также почему наоборот стоит его купить индай таких роликов просто тьма но это были цветочки некоторые каналы в погоне за просмотрами уже настолько упоролись что делают обзор одного смартфона а при этом в заголовке ради хайпа используют имя редми ноут 7 выжимая все соки хайпа из смартфона которого еще ни у кого нет особенно от этого пострадал бедный asus max pro m2 вот бедняга это уже гоню а настоящее пробитие днища кликбейт без права на оправдание может зря я так может не прав может на youtube это норма это же youtube да нихрена это не норма я понимаю каждый собирает просмотры так как он хочет да я тоже стараюсь привлекать внимание зрителя но в рамках разумного не опускаясь до уровня желтой информационной помойки я бывает и пиржу но не воняю я надеюсь все теперь поняли что название этого моего видео и его превьюха это своеобразный стёб на данную тему но если мне еще и хайпануть на этом удастся что же будет мне бонус хоть узнаю как это быть хайпажором ну да ладно кто как хочет так и называет свои видео я тут не судья а мы вернемся к тому с чего начали к ответам на комментарии так первый тип комментов от которого слегка бомбит все херня вот редми ноут 7 за 140 баксов это сила под любым обзором любого смартфона сейчас появляются такие комментарии что тут сказать люди отупели просто в край я хочу спросить у таких людей алё есть кто дома какие 140 какие 150 баксов все эти ценники вам вливают в уши те самые хайпажоры и многочисленные сайты которые бездумно перепечатывают официальную информацию вот вот она все это дерьмище все эти заголовки с ничем не обоснованными ценниками в которые наивно верят люди абсолютно ничего не понимающий в ценообразовании на рынке смартфонов 150 баксов это во первых цена от производителя без учета накруток перекупов без доставок без страховок и такой ценник ты получишь только в одном месте что это за место на складе производителя при покупке большой оптовой партии но что-то мне подсказывает что ты находишься далеко от производителя да и нужен тебе один ну максимум два смартфона во вторых это цена китайской версии не глобальной а глобальной версии редми ноут 7 в данный момент еще попросту нет ее не существует поэтому сразу прибавляйте к этим мифическим 150 баксом минимум полтинник зеленых и получите реальную цену на старте продаж 200 долларов именно за эти деньги вы сможете купить заветный редми ноут 7 сейчас и это будет младшая версия 3 32 гигабайта без google сервисов и только с английским и китайским языками а чтобы его прошить придется долго и мучительно ждать разблокировку загрузчика глобальная версия когда она появится будет стоить еще дороже я уж не говорю о тех ценах которые заломят официалы в нашей рознице так что все фантазеры давайте давайте спускайтесь на землю поближе к реальности до со временем будет и 190 и 180 а может и те самые заветные 150 долларов когда-то мы увидим это лишь вопрос времени но не сейчас это будет потом и вот тогда вот тогда эти комментарии с цифрами 140 150 будут уместны в данный момент они выглядят по-детски наивно второй тип комментариев ну это уже адекватные нормальные вопросы давай уже редми ноут 7 когда обзор ребят ну вы когда-то видели чтобы я в числе первых публиковал обзоры на топовые модели смартфонов у меня нет прямых контактов с китайцами которые помогли бы мне получить новинку в ряду первых любой смартфон сяоми я покупаю в китае также как это делаете вы или ваши знакомые на алиэкспресс естественно я как и десятки да какие десятки как сотни каналов закажу для обзора ноут 7 а потом когда выйдет ноут 7 про расскажу вам и о нем сравню с конкурентами и когда все будет всему свое время но для тех кто вообще не в теме объясняю продавцы с того же алиэкспресс пока не отправляют redmi note 7 у них просто его нет в наличии сейчас идет сбор заказов то есть перед заказ впрочем все как обычно третий тип комментариев как тебе redmi note 7 ребят окончательное мнение естественно я сформирую только имея смартфон на руках не стану пересказывать здесь характеристики которые вы наверняка и без меня знаете но уже сейчас могу сказать а если серьезно я уверен что это будет очередная бомба от сяоми и рванет эта бомба как минимум не слабее чем redmi note 5 в прошлом году как обычно сяоми смогли дать отличное сочетание цены и характеристик все в их стиле демократичный ценник и максимум возможностей которые только можно дать за эту цену тебя ничего не напрягает да есть нюансы например вы прекрасно знаете что я не поддерживаю тренд на глянец и стекло но это был ожидаемый и предсказуемый шаг с их стороны ну вот и все немного побомбил немного объяснил и заодно высказался по теме злоупотребления хайпом ну назрело уже не удержался всем пока век он диос компадры а